Добрый день, дорогие любители истории! Сегодня мы с вами вспомним памятную дату о военной истории России. В этот день, 22 марта 1915 года, завершился один из самых драматичных эпизодов Первой мировой войны, продлившаяся 133 дня осада крепости Перемышль. Австро-Венгерский гарнизон полностью капитулировал, и город заняли русские войска. Долгих шесть месяцев продолжалась осада Перемышля русскими войсками. Крепость была надежно укреплена в полном соответствии с новейшими европейскими инженерно-техническими достижениями, а потому первые попытки взять ее штурмом ни к чему не привели. Было принято решение брать город измором. Гарнизон, стоявший на обороне Перемышля, значительно проигрывал по численности русской осадной армии, выступавшей под командованием генерала Селиванова, фактически не имевшей в своем распоряжении осадной артиллерии и не предпринимавшей попыток штурма. Крепость просто была окружена русскими, которые ожидали подмоги и получили ее в феврале 1915 года. В Перемышле начался голод. Обострились отношения между солдатами различных национальностей Лоскутной империи. Вот-вот могла вспыхнуть паника, поэтому Кусманек решился на прорыв к своим основным силам. Тем более, что внутри крепости войск было больше, чем у осаждавших ее русских. В ночь с 18 на 19 марта 1915 года гарнизон пошел в отчаянную атаку, которую начали венгерские гонведы. Однако все попытки прорыва были отражены. Взято в плен свыше 4 тысяч австрийков и венгров. Из 8,5 тысяч солдат и офицеров 23-й венгерской дивизии обратно в крепость вернулись лишь 2662 солдата. Крупнейшая в Европе крепость Перемышль капитулировала 22 марта 1915 года. При этом русским войскам сдалось в плен более 120 тысяч человек, в числе которых было 9 австрийских генералов, 93 штаб-офицера и более 2000 армейских офицеров. Взятие крепости Перемышль явилось одним из самых крупных успехов русской армии за всю Первую мировую войну. Осознав безнадежность дальнейшего сопротивления, 21 марта 1915 года генерал Кусманек отдал приказ о капитуляции Перемышля. В 10 утра 22 марта 1915 года передовые русские отряды вошли на территорию крепости. Трофеями в Перемышле стали 900 орудий. В плен попали 9 генералов, свыше 2,5 тысяч офицеров и 117 тысяч солдат австро-венгерской армии. Эта победа оказала значительное влияние на весь ход Первой мировой войны. В это же время на Западе Европы немецкие дивизии успешно и методично перемалывали войска Франции и Великобритании. И неизвестно, чем бы все обернулось, не нанеси России чувственный удар союзной Германии, Австро-Венгрии в Карпатах. Падение Перемышля создало реальную угрозу полного обрушения Австрийского фронта. Так что Рейху пришлось значительно снизить свою активность на Западном фронте и спешно перебрасывать силы на восток для спасения своего союзника. Уважаемые любители истории, в следующий раз я вам расскажу также очень интересную памятную дату военной истории России.